На Одесской киностудии завершились съемки документального 10-серийного фильма «Пантеон Одессы» о воссоздании исторической хроники имен безымянных могил, расположенных на Втором христианском кладбище. Режиссером-постановщиком фильма является известный кинематографист Игорь Козлов-Петровский. Заключительные две серии об истории формирования Второго христианского кладбища представил автор проекта кинорежиссер Игорь Козлов-Петровский на Одесской киностудии. По его словам, сам проект не заканчивается и будет продолжен. Кроме того, съемочная группа фильма продолжает тесное сотрудничество со Всемирным клубом одесситов, из-под пера членов которого каждые полгода выходит в виде альманах об интересных людях и событиях города. Тоже интересные люди, о которых вспомним в пантеоне Одессы. Это замечательные герои города Галай, который освобождал Одессу, первый знамя на балконе оперного театра. Мы нашли интересную хронику, как одесситы встречали эту его дивизию Галая. Интересные художники, всевозможные артисты нашего оперного театра. Забытый артист Савченко, забытый артист Топчий, которого сравнивали со вторым Шаляпиным. Мы хотели просто, чтобы и наши одесситы вспомнили, и те, кто приехал к нам на ПМЖ, увидели и узнали, какие люди делали нашу Одессу знаменитой во всем мире. Я очень много путешествовала, но, знаете, когда я говорила, что я из Одессы, это было все. Даже в таких странах мне казалось, они не знают, кто такое Одесса. Они говорят, а, Одесса, Black Sea, или да, Black Sea, Одесса, а вы-то были, нет, но мы знаем. Текст воспоминаний в фильме считают известные люди Одессы, современники, музыканты, художники, артисты, историки. Фильм снимался в течение двух лет в творческом тандеме с оператором Глебом Чернявским, продюсером Эвелиной Сергеевой, директором Одесской киностудии Андреем Осиповым. Фильм, вот этот вот записка, его возили, значит, на Каннский фестиваль, он был в гостевой программе. Это одни из вот этой вот части фильма как раз «Пантеон Одессы». Ну, я думаю, что и дальше это будет продолжаться. Серии выложены в интернет, 8 серий, а вот 9-я, 10-я серия после сегодняшней премьеры, по-видимому, тоже увидят Одесситы. И вообще со всего мира идут очень положительные отзывы, потому что в этом году 190-летие библиотеки научной, публичной, которая, в общем-то, Дерибас был директором, и очень много на библиотеку приходит отзыв по этой работе. Так что фильм этот можно посмотреть в интернете уже, если набрать «Пантеон Одессы». Я, как бы, считаю, выполнила свою роль, рассказала о замечательных одесских ученых. И что еще я хочу сказать? Спасибо Одесской киностудии. Будем надеяться, что она жива и будет жить. И проект продолжается. Игорь собирается снимать продолжение. Не буду раскрывать карты, несколько в другой форме, оригинальной, интересной. Короче, все у нас будет хорошо. Авторы фильма рассказывают, что удалось отснять всего десятую часть того, что нужно. Между тем, подобное академическое кино сейчас наиболее актуально. В обществе возрос интерес к истории. К тому же на Одесской киностудии документальное кино снималось редко. Так что они в какой-то мере возродили жанр.